Всем привет, дорогие друзья! Я сейчас нахожусь на пляже Клеопатра. Сегодня у нас 16 ноября, и как вы видите, поскольку я езжу на мопеде, я сижу в кофте. Взяла с собой еще куртку, но, друзья, на солнце очень жарко. Народу, конечно, немного, но народ гуляет в футболках. И сегодня у меня есть свободное время, поэтому я приехала на пляж. И хочу сама посмотреть, что же у нас здесь на Клеопатре, есть ли народ. Ну и, конечно же, показать вам, потому что я думаю, что вам очень интересно, что же происходит на пляже в середине ноября. Друзья, просто невероятно жарко. Вот жарко прям. Там свободно можно загорать, купаться. Народ сидит в кафешке. Солнце в самом, извините, сейчас примерно 3 часа дня. Но очень-очень здорово. Есть, конечно, купающиеся и загорающие, но не так много. Поэтому, если вы приезжаете в ноябре, в октябре-ноябре, знайте, что здесь жарко и тепло. Потому что, если на мопеде прохладно, но ходить по городу очень даже приятно и комфортно. Народ спит, я вижу. Но давайте сейчас я вам покажу, что же здесь есть. Море невероятно тихое и спокойное. В общем, вот что происходит на пляже. Здесь, вы видите, народ сидит в кафешках. Кто-то отдыхает, загорает. Просто некоторые вообще просто спят. Сейчас посмотрим, теплое ли у нас море сегодня. Ой, очень классно, очень классно. Прям вот погода настолько комфортная, друзья, что просто невероятно. Самая, наверное, классная погода в Алане, которая может быть. Ну, а вот оно море. Всеми вами любимое море. Сейчас попробуем, теплое оно или нет. Какая красота, посмотрите. Так, пробуем воду на ощупь. Ой. Теплое. Вода очень теплая. Так, видим ли мы, чтобы кто-то купался. Да, вот там вот народ купается. И видите, нам повезло увидеть туриста, который заходит в воду. Интересно, риск лед. Где он искупаться в теплое? Кстати, температура воздуха порядка... На солнце, наверное, все 30 точно есть. Ну, а температура моря 22 градуса, наверное. В общем, друзья, как вы видите, очень-очень... тепло, тепло и хорошо. И еще, может быть, вы замечали на Клеопатрии... И, кстати, около отеля Банана Бича есть вот такой стенд со всеми городами-побратимами Алании. У Алании три города-руцких побратима. Это Бергачи, Мурманск и Зеленогорск. И Зеленогорск. Самое большое количество городов-побратимов у Алании в Польше. Ну, и также здесь есть вот такой вот красивый парк. Сейчас пройдем, посмотрим фонтаны. Ну, очень жарко. Честно говоря, я не каждый день хожу на улицу днем. Но в этот раз, конечно, погода меня порадовала. Кстати, дождей не было еще. Вот помните, когда я выкладывала видео о шторме в Алании? Вот примерно целый месяц уже не было дождей и вообще и сильных ливней. Погода просто радует. Посмотрите, даже цветы еще цветут. Какая красотень, обалдеть! В общем, здесь вот такой вот небольшой парк. Народ играет в волейбол, отдыхает. Все зелененькое, красивое. Посмотрите, какая просто прелесть. Глаз радуется. Ну, а скоро начнутся дожди опять. Ну, в общем, как обычно, дождь то сильно идет 2-3 дня, то целый месяц хорошая погода. Пальмы. Посмотрите на эти пальмы. Обалдеть! Неужели здесь не классно? В Алании просто обалденно! Ну, пляж Клеопатры вы уже посмотрели. Мы с вами посмотрели. Народ купается, но народу немного. Ну, а сейчас поедем с вами на Дамлаташ, туда, где пещера. И посмотрим, что же там есть интересного. Ну что, я приехала уже на Дамлаташ. Давайте посмотрим, что же здесь есть. Вот за мной, вы видите, канатная дорога. Сейчас съехала на мопеде. Слушайте, ну какая-то... Женщина на огромных каблучищах прям выскочила перед моим мопедом. Это было ужасно. Я не знаю, я так резко затормозила. Я не знаю, как я через руль за нее не перелетела. Ну, я, конечно же, остановилась, сказала, что вы, женщина, делаете. А она мне сказала, что дура, это я, которая быстро ездит по дорогам, а они переходят на... не на пешеходном переходе. Ну, в общем, весело живем. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь есть очень большая, красивая детская площадка. Кстати, вот вы видите, продают разные предметы ручной работы. Солнце светит, прям напекает. Самое время панамку брать. Здесь есть теннисный корт. Ну, в общем, вы можете видеть, баскетбольная площадка. Детки качаются, играют. Вот это вот, кстати, одна из таких самых популярных детских площадок в Аланье. Ну, и, конечно же, идем мы в сторону моря. Сейчас вам, конечно, мало что видно, потому что солнце прям напротив меня. Ой, народа здесь, конечно, намного больше, чем на Клеопатре. Посмотрите, и спортом занимаются, и гуляют. И просто отдыхают на лавочках. Ну, и на море. Видите, тоже. Загорают, купаются. Ну, несмотря на то, что сейчас 3 часа, солнце все равно скоро уже будет заходить. И народ уже постепенно расходится. Вот такие вот здесь классные тренажеры. Можно прийти позаниматься. Несмотря на то, что... Ой, что это за цветы? Высадили какие-то, кстати, новые цветы. Я даже понятия не имею. На фиалки вроде похожи. Кто знает, кстати, напишите. Несмотря на то, что ноябрь на дворе, Аланье, видите, какая зеленая и красивая. В декабре она тоже зеленая. И в январе она зеленая. Ну, а мы подходим к канатной дороге. Многие из вас уже катались на канатке. Тоже, видите, везде цветы, все цветет. Вот такой вот здесь. Кстати, по всей Аланье расставлены вот такие вот будочки с соком. Витаминный уголок. Цены на сок. Апельсиновый 4. И так далее по нарастанию. И так же есть кофе и айс кофе. Кукуруза. Такси. И всеми нами любимая канатная дорога. Я уже приехала к пещере до Молоташ. Но что я могу вам сказать, друзья? То, что очень жарко. Я, конечно, вот на мопеде ехала буквально сейчас 2 минуты. На мопеде прохладно. В свитере, в куртке хорошо. Ну, а если просто гулять, то очень жарко. Просто можно в футболке ходить. Супер. Классная погода. Ну, а сейчас я вам покажу пляж до Молоташ. Ну, а сейчас я вам покажу пляж. Ну, а сейчас я вам покажу пляж. Ну, что, я приехала на Дом Молоташ. Я сегодня езжу по разным пляжам. Пласса. На земле. В восторге полно. Вода у нас на Урале в этом году не прогревалась до такой температуры. Я сегодня вот, ну, не знаю, минут 40 мотылялась, пока уже просто насквозь не пропиталась этим счастьем. Сверху теплая или она вообще все теплая? Она вся. Подруга у меня плавает до самого немогута, до горизонта. И она как-то это, ни разу не вернулась возмущенная, что там что-то холодное. Ой, ну все, надо мне кушать. Мы сегодня брали лодку прямо у пещеры этой Дом Молоташ. Куда вы ездили? Мы ездили в прекрасные эти пещеры. Фосфорная и еще пещера то ли влюбленных. Туда надо ехать на узкой лодочке типа каноэ. Но мы такую не нашли, потому что сейчас все на зиму закрыто уже. И надо или в порту где-то искать, или это. А так мы взяли более-менее широкенькую такую. Надо внутрь? Нет. Вот она стоит. Она такая конкретная рыбацкая типа. Типа рыбацкая, компактная такая маленькая, 2 на 2 метра почти квадратная. И прекрасно детям. Просто приключение какое-то. То есть они туда заехали, но там расстояние большое. А чтобы туда выпрыгнуть, надо тапочки. Или коралки иметь, или какие-то сланцы, потому что острые камни. Ну да, да, да. То есть мы немножко не подготовились, но в следующий раз я вам покорю. Да, теперь знаете, да. Да, покорим пещеры. Ну в общем, вы по Лане и по путешествиям. Можете издалека продемонстрировать, какие у нас путешественники великовозрастные, 7-месячные. То есть у нас дети от 7 месяцев до 10 лет. И все в восторге. Причем мы вот стараемся каждые полгода куда-нибудь, они сейчас сказали, вернемся, мама, весной сюда на майские праздники. Приезжайте, конечно, в сутки. В мае тоже уже ночью, но вода не такая теплая. Вода холоднее, наверное, потому что в теми лет не были. Но погода... Вода жарче. Очень классно, да. Ну вы знаете, вот нам вот 7-месячные самое-самое-самое. Нет, сейчас погода вообще просто... Потрясающе. Я просто вот сравниваю еще, если вот рассматривать регионы, что регион Кемера, конец сентября, начало октября прохладнее ощущение, меньше солнца, чем в неделю. В Алане, кстати, всегда тепло. И, кстати, когда идет, например, какой-нибудь сильный дождь или ураган, например, в той же самой Анталии или в Мерсине. Мы спокойны. Здесь Аланя, она так расположена, как-то вот горы ее вот так вот окружают, что здесь и теплее, и ветра не так много, и не доходят до сюда вот эти вот все грозовые облака. А самое главное, ну, смотреть, не пересмотреть. Я говорю, брали машину, с удовольствием прокатились вот с такими крошечками. Посмотрите, на Сиедру, на сам Акрополь, на самую вершину залезали. И просто вот все живы, здоровы, слава богу. Спокойно, спокойно, совершенно. Вот ребеночек. Мы его побушали по грудь. Очень даже. И первые шаги у нас получились на Аланейском побережье. Ничего себе. А еще у человека два зуба вылезла редко. И еще свидетельство. И встретили, значит, мужчину вечером с турецким малышом. И он, ой, сколько вам месяцев. А они практически вот одинаковые. Чуть-чуть может быть диаметр головы. Слушайте, там вот такой гигантский богатырь. Ему три месяца. Кан зовут Кан. Перекормили? Нет, потому что здесь климат соответствует росту. То есть они по вот этим вот параметрам. Семь месяцев рост и три месяца турецких. Ну да. Надо было поражать людей и растить. Просто. Ой, точно. Свои удовольствия. Труглый год причем. Да. Потому что сейчас приедем в фармишку. Ждет что? Комбинезон толстый. И будет вот так вот как в детстве мы ходили. Да, да, да. В Мурманске, абсолютно, у нас там вот шапка. И вот такой вот батон. Да. Завернутый шарфом. Шарфом, да. Головы не повернешь. Ногами мотаешь. Слушайте, ну все равно классно. Вот есть с чем сравнить. Ну да, контраст такой. Например, говорят в Мурманске, ой, как там жить. В детстве там было классно жить. Мне нравилось. Да, мы сейчас тоже ходим. Надя говорит, а деревенское детство в России такое полосы у нас было. Кузы, коровы, веселуха вечно. Память, я думаю, целая медлянная. Да, целая медлянная. Холодая река, нормально. Да. Так что, в общем, надо, как говорится, иметь возможности. И там, и там, и там побывать. И детям варианты. Да, варианты показать. Ну у меня дочь, например, уже все уже. Мама, как бы здесь остаться? Уже планы строят. Каким они могут бизнесом здесь заняться? Там с другом со своим, вон со Шулькой. Чтобы вот все это. Я говорю, вон. Я, кстати, вашу историю ей показывала. Я говорю, вот человек прекрасно учился. Думал головой. Ну да, надо учиться. Сам создавать в себе жизнь. Сам. И все. А потом выбрать, правильно? Выбрать, да. У вас и страны на выбор были, и профессии. Это все просто надо, как говорится, положить. Нет, самое главное, это не бояться. Вот, кстати. А что будет? А что будет, если не получишь? Да ничего не будет. Конечно. А если получится, значит, твое. Да. Развернуться и пойти дальше. Конечно. Вы молодежи продолжаете. Жизнь такая короткая. Если задумываться о том, что там скажут другие и так далее. Если ты ничего не делаешь плохого, ну вот грубо говоря, да, мне вообще все равно, что там народ скажет. Поэтому вы формируете вынюю в своей жизни. Вот я говорю, в пример ставлю дочку. Она все интересно послушает. Это знаете, знаете еще как? Вот то, что для нас сегодня важно, вот мы там переживаем, там что-то через год. Совершенно. Может через месяц. Да, да. Вот важность. Посмотрите, какая важность. Срочно покажите красоту. Отсвечивать. Да? Разверните. Какой у нас хороший. Сережа, как тебе? Понравилось в Аланье? Понравилось? Понравилось. Да. Ура. Конечно понравилось. Как тебе понравилось? На ноги встал. И стелку плотно. Развиви. Ощущение, что тут промежутка. Самый холодный январь, но в декабре было. Где-то, наверное, да? Плюс 10 у вас бывает. Бывает, да. В общем, хороший регион. Классно. Да. Ощеляйте, знаете, географию рассказов. Вот античные города. Тут только все. Полно, да. Хочу, хочу вот это все от вас узнать. Потому что самим, как светлым котятам, сложно ездить. Надо вот что-то вот такие вот ориентиры. Заранее какое-то заметить. Да, да, да. Поэтому вот надо съездить. Не проблема. Да, тоже съездим. А вот эти все, вот все ядра. Мы не доехали до Сападеры. До каньончика. У нас это ближайшая наша мечта. Вот приедете еще раз и поедете. Да, Сережа? Да. В общем, друзья, вот такая вот у нас получилась неожиданная встреча. Я как всегда выхожу на улицу, у меня какой-то сюрприз. Поэтому Алания в октябре, в ноябре супер. Кто сомневается, приезжайте обязательно. Да, осенние каникулы с детьми. Осенние каникулы это вообще один из самых классных вариантов. Просто невероятный. Потому что был вариант у нас Крым и Турция. Крыму уже холодно. Плюс 8. Очень холодно. Ладно, не будем сравнивать, чтобы не устраивать там срать в комментариях. Да, да, да. У всех свои преимущества приедете. Я, например, в Крым бы с удовольствием съездила. Мы съездим. Мы были год назад. ЮБК объехали, Севастополь. Там есть классные зоопарки, Сальваны. Вообще все классно. В Аланталии тоже хороший зоопарк. Мы не с тобой были. Ой, там вообще, знаете, весь день. Это пикниковая зона. Мы будем эти все просторы для животных. Дети там просто у нас жить. В общем, друзья, заняться есть, чем здесь в Алании. Всего полно. Обязательно, обязательно приезжайте. Друзья, еще я встретила на Дамалаташи свою знакомую Пирку. О, ее мужа из Финляндии. Вы ее уже видели в предыдущих видео. Они живут в Алании уже 12 лет, представляете? И их дом находится прямо здесь, на Дамалаташи. Что ты думаешь о воде? О, цок кюсел хава. Так красиво воде. Варм, да? Да. И хорош для спины. Да. Ты спинаешь? Да. Да, каждый день. Каждый день. Каждый день. О, но ты счастлив, что живешь в Дамалаташи. Да, 22 градусов. То есть, вы рекомендуете людям приезжать в октябре, в ноябре? Потому что люди боятся, что это холодно. Да, но это не холодно. Это лучше, чем в Европе. Друзья, еще одно подтверждение тому, что очень тепло в Алании в октябре, в ноябре. Обязательно приезжайте, если вы даже сомневаетесь. Ну что? Вот такая вот интересная у нас получилась прогулочка. Ребята здесь отдыхают, играют. Еще встретила на пляже одну девушку Наталья из Москвы. Если помните, как мы с вами гуляли на этом пляже и общались, вам привет. Ну а на сегодня наше видео заканчивается, потому что мне нужно срочно ехать по делам. Я уже не успеваю съездить в центр на пляж около мэрии. Вот так вот кружат у нас, видите, канатная дорога. Солнце тоже заходит. Очень-очень красиво. Давайте последний раз покажу вам море и солнце. Вот оно у нас. Вот так вот выглядит. Ну а вам, друзья, желаю всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. И обязательно приезжайте в Аланию. В Алании тепло, красиво, вкусно. Я думаю, что вам понравится. Приезжайте с детьми, с друзьями. В общем, каждый найдет для себя что-то интересное в Алании. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока и солнечная лань. Помните, в видео, где в Алании был шторм, я проходила мимо вот этого дома. И я вам говорила, что его будут реставрировать. Оказывается, его не реставрируют, его сносят. И здесь будут, в общем, строить что-то совершенно другое. В общем, сноска дома по-турецки выглядит вот таким образом. Очень-очень эпичненько. Продолжение следует...